Здарова, ты на канале Кайпа Паладинс и честно, в последнее время паладинс стал крупно разочаровывать своих игроков. Почему хайрезы не могут просто исправить игру, они лишь добавляют новых чемпионов и новые скины. Где новые карты, где фиксы багов, вспомните хоть тот недавний баг со звуком в паладинсе, они фиксили его около месяца. Понимаете, почти месяц люди мучились из-за неисправных звуков, они добавляют новые менты. Давайте так, хайрезы реально исправляют некоторые ошибки, но они исправляют ошибки, которые и не мешали никогда никому. Например, исправлена ошибка с неправильным размером текста в рейтингом таблицы в соотношении побед и поражений. О да, это же намного важнее, чем баги со звуками. Исправлена ошибка, из-за которой система пригласил друга, направляла игроков на неправильную страницу. И таких вот ошибок, которых они исправляют, их просто куча, реально, просто куча. Они исправляют какие-то мелочи, вместо того, чтобы исправить реальные серьезные ошибки. Вот напишите честно сейчас в комментариях, когда и сколько раз вам мешали эти ошибки. Лично мне, ни разу. Но вот в чем парадокс, их пофиксили сразу, как они появились. Но вот этот самый баг со звуком чинили очень долго. Да настолько долго, что игроки сами его починили. Они нашли эту ошибку и просто немного переделали пару файлов, вот и все. Я даже вставлю скрин, если найду. Неужели эти новые чемпионы и новые скины просто не могут подождать, пока игра станет более играбельней? Особенно меня смешит тот факт, что в последнем обновлении немного апнули Андроксуса. Нет, вы не ослышались. Они и без того сильного персонажа еще и апнули. О господи, что у них в голове? Они повысили ему базовый урон и увеличили урон за тик. Лилит больше не отбрасывает врагов. Кто-нибудь из вас вообще знал, что Лилит вообще когда-то могла отбрасывать врагов? Либо это я такой анскил, но я даже не знал такой способности. Я конечно могу снять видео о том, как улучшить паладинс, но посмотрите на количество моих подписчиков. На меня даже 90% моих зрителей не подписаны. Меня даже собственная собака не слушается. Я уже молчу о такой компании, как Хайрес. Было бы у меня такое же количество подписчиков, как у Хаарта, я думаю можно было бы как-нибудь повлиять на Хайресов. К таким людям как Харт, Хайреса относятся уважительно и за приличную аудиторию за спиной блогера. Можно было бы просто массово на какой-нибудь онлайн трансляции писать техподдержку об одной и той же проблеме. Да если бы сам Харт написал бы официально, предоставив все свои соцсети, чтобы показать разработчикам, что он является медийной личностью, его мнение возможно бы учли. Возможно бы, я это не уверяю. Я много раз уже говорил в своих прошлых видео, что я люблю эту игру. И я даже не знаю, что заставляет меня так сильно любить паладинс, что я разочаровываюсь, играя в одно и то же. Постоянные, повторяющиеся 10 карт и бесчисленные ошибки. Но что-то в паладинсе есть настолько хорошее, но я не могу объяснить, что именно. Система наказаний. Именно об этом я хочу поговорить в ближайшую минуту с вами. Вот как вы думаете, где система наказаний лучше? В условной доте или в паладинсе? Я думаю, ответ очевиден. В паладинсе, если ты выйдешь с катки, тебя признают дезертиром и все. Доте же тебе придется сыграть много каток с низким статусом, или как-то так, я точно не помню, как это называлось. В Лиге Легенд же, если ты покинешь катку, то тебе нужно будет ждать 30 минут в поиске, прежде чем войти в игру. И так опять раз. В паладинсе нет справедливого наказания при выходе из игры. И именно поэтому в казуале встречается так много АФК тиммейтов. Давайте заново вспомним Лигу Легенд. Я не знаю, есть ли тут люди, которые в нее играли или играют. Но там, перед тем, как встать в очередь для поиска матча, нужно выбрать себе роль. И это невероятно крутая функция. Почему ее не добавят в паладинс? Было бы просто замечательно, если она была бы в игре. Я отдал для себя паладинс в 2016 году. До того, как игра официально вышла на стим. То есть, я был прям в бета, в бета-тесте. Я играл в эту игру почти каждый день. Это было так весело. Я с нестерпением ждал возможности, чтобы играть в эту игру каждый день. Это было очень весело. Но шли годы, все менялось. Они удалили такие функции, как топ-плей. Если кто-то из новичков меня смотрит, топ-плей это когда ты сделал, допустим, очень много фрагов. Короче, это просто лучший момент матча. И вот этого всего уже нет в игре. Они перестали создавать карты. В данный момент игра задыхается новыми, сломанными чемпионами. И скинами в аниме стиле. Ну и пушистыми скинами. В попытке заработать как можно больше денег на тонущем корабле. Добавьте к этому количество других нерешенных проблем. Таких как уход игроков, плохой баланс, увеличение количества ошибок, сбоев и троллей. Единственные два возможных сценария, которые я могу придумать, чтобы эта игра была в лучшем виде. Это либо другая компания покупает игру, либо другая компания создает новую, вдохновленную паладинс. У меня куча игр, и я играю только в паладинс, но я начинаю присматриваться к другим играм. Я не перестану играть, но и не буду играть так много. Свой канал на ютубе и паладинс я вряд ли когда-нибудь брошу. Попробуйте назвать хотя бы трех блогеров у паладинсу, которые снимают реально качественный контент по этой игре. Хотя бы два раза в неделю. У меня в голове возникает только один блогер. Контент харта мне лично не совсем заходит. Игра по факту даже и не популярна в СНГ. Ладно, пришло время наверное завершить это видео. Вы были на канале Кайпал Паладинс. Еще увидимся. Если не трудно, поставьте лайк и подпишитесь. Пока-пока.